Что если бы мы уничтожили всех насекомых на планете? На Земле огромное количество самых разнообразных видов насекомых. И практически никого из них большинство людей не может назвать приятными соседями. Многие насекомые разносят опасные заболевания и вредят сельскому хозяйству. Некоторые виды являются ядовитыми и своим укусом способны даже убить человека. Ряд насекомых паразитирует на теле человека и домашних животных или питается остатками продуктов человеческой жизнедеятельности, обитая в домах и квартирах. Кроме того, большинству людей неприятен даже внешний вид некоторых представителей мира насекомых. За то время, пока люди и насекомые сосуществуют на планете, человечество придумало огромное количество способов защиты от вредных букашек, мешающих жить. Это и механические приспособления, вроде москитной сетки или костюма пчеловода, и различные яды и отпугивающие вещества. Наверное, на Земле не существует человека, который хотя бы раз в жизни не хотел, чтобы все насекомые просто исчезли. Но насколько изменится наша жизнь и общий баланс в природе, если из нее полностью исключить все виды насекомых? Насекомые появились на планете задолго до эпохи динозавров, и сегодня их роль в работе многих экосистем является одной из главных. За то время, что существуют насекомые, они приспособились жить в определенной гармонии с другими живыми существами. Насекомые являются чьей-то пищей и сами поедают кого-то. Некоторые из них сдерживают рост численности определенных растений и животных. Благодаря им в природе сохраняется тонкий баланс, который вырабатывался миллионами лет совместного проживания на планете самых разных живых организмов. Наиболее значимым в процессе поддержания жизни на планете является участие насекомых в выпылении цветковых растений. Именно после появления насекомых многие растения обзавелись яркими цветами и стали вырабатывать привлекающие насекомых вещества и запахи. При неожиданном исчезновении насекомых растения не смогут быстро поменять работу природных механизмов размножения, на отладку которых ушли миллионы лет эволюции. Но кроме пищи для людей и животных, растения остаются практически единственным источником кислорода, следовательно его количество в атмосфере тоже резко сократится. Несомненно, исчезновение любого вида нанесет непоправимый вред природе, приведет к вымиранию некоторых животных и растений. Последствия исключения из жизни планеты некоторых видов насекомых нанесут серьезный удар непосредственно по людям. Эти последствия уже просчитаны учеными, а научное сообщество и правительственные организации предпринимают меры по их предотвращению или уменьшению вреда. Пчелы. Наверное, наиболее наглядным примером такого вреда для людей станет исчезновение пчел, ведь эти коллективные насекомые не только производят мед, но и участвуют в процессах опыления чуть ли не всех растений на планете. Без пчел с прилавков магазинов исчезло бы до 30% всех производимых человеком овощей и фруктов. Небольшое участие в опылении ряда растений принимают ветер, вода и некоторые птицы или летучие мыши. Существуют даже специальные роботы, задача которых искусственное опыление растений. Но от 80 до 90% цветущих растений опыляются насекомыми и, в частности, именно пчелами. Тараканы. Казалось бы, ничего, кроме вреда и неприятностей, соседство с тараканами не приносит. Но вдали от человеческого жилья обитает большое количество самых разных видов тараканов, которые питаются продуктами разложения растений и животных. В экскрементах этих насекомых содержится большое количество азота. Он является незаменимым компонентом почвы, способствующим росту растений. Муравьи. Более 14 тысяч видов муравьев на нашей планете участвуют в опылении растений, разносят их семена, а также служат пищей многим видам животных. В некоторых странах блюда из муравьев являются неотъемлемой частью традиционной кухни. Мухи. Вот от каких насекомых не отказался бы избавиться ни один человек, так это от мух. Назойливые создания раздражают жужжанием и разносят опасные болезни. Но именно мухи перерабатывают и утилизируют значительную часть мертвых животных, а также продуктов их жизнедеятельности. Кроме того, некоторые виды занимаются опылением растений, а есть особый вид мух, который опыляет цветки какао. Именно благодаря этим мухам мы имеем возможность есть шоколад. Жуки. На свете такое количество самых разных жуков, что просто перечисление видов, доставляющих неприятности человеку, займет очень много времени. Но есть жуки, которые приносят ощутимую пользу экологии и сельскому хозяйству. Например, божьи коровки поедают тлю, не дают ей уничтожать посевы различных культур по всему миру. Жуки-навозники перерабатывают фекалии, они избавляют нас от неприятных запахов и обеспечивают почву естественными удобрениями. Сверчки. Основное назначение сверчков в природе – служить пищей для других животных. Эти насекомые входят в привычный рацион некоторых народов Южной Америки и Юго-Восточной Азии. Но еще сверчки служат индикатором здоровья почвы и показателем качества пастбищ, участвуя в процессе их создания. Поэтому вымирание сверчков может привести к истощению земель, на которых пасется скот, служащий источником пищи для людей и хищных животных. Теперь попробуем представить, как быстро будут разрушены природные экосистемы без насекомых, и как это скажется на существовании человечества. Если завтра мир проснется без насекомых, то в течение нескольких лет будет резко сокращаться количество растений на планете. Серьезный голод наступит, наверное, лет через 10 после исчезновения насекомых. Население Земли серьезно сократится. Возможно, начнут возникать вооруженные конфликты за такие ресурсы, как пища, сельхозугодья и домашний скот. Лет через 50 на месте лесов и степей начнут образовываться пустыни. К этому времени многих живых существ может почти не остаться. Все эти годы практически некому будет перерабатывать туши мертвых животных, а в составе атмосферы постепенно станет сокращаться количество кислорода. Через 100 лет после исчезновения насекомых леса останутся только в некоторых уголках планеты. Необратимо изменится климат и состав атмосферы, вымрут почти все животные и большая часть людей. При таком развитии событий спастись смогут только те группы человечества, которые сумеют организовать проживание в замкнутых автономных системах, вроде герметичных куполов и подземных бункеров. Таким образом, исчезновение насекомых приведет к гибели не только тех, кто ими питается, но и большинства растений на планете. Это станет причиной начала долгого и мучительного вымирания или катастрофического сокращения численности большинства видов. Не станет исключением и человек. Быть может, малая часть людей сумеет выжить и создать искусственную систему жизнеобеспечения, начнет активно внедрять технологии принудительного опыления необходимых для жизни растений. Самое неприятное во всей этой истории то, что деятельность человека уже привела к исчезновению многих насекомых и постепенно вымерших видов будет все больше и больше. Конечно, этот процесс растянется не на одно столетие и часть живых организмов сможет приспособиться к жизни без насекомых, но некоторые из описанных выше сценариев могут стать страшной реальностью. Поэтому уже сейчас ученые и защитники природы бьют тревогу и призывают защитить насекомых от вымирания.